Элеонора Панова Безумно радуюсь, когда выхожу я на территорию планерной и вижу маленьких деток, которые бегут, занимаются там легкой атлетикой, или там висят на тренажерах, или играют в футбол. Своими силами Элеонора Панова построила площадку для настольного тенниса и главную гордость – универсальный баскетбольный зал. Я в свое время пообещала училище олимпийского дизайна по баскетболу, что я построю им зал. И я это сделала, я горжусь этим. Под руководством Элеоноры Пановой на новый уровень вышли и занятия конным спортом. Сегодня здесь тренируются жакеи-международники, а также начинающие спортсмены. Кроме того, на территории планерной проводят сеансы ипотерапии для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Скажите, а есть какая-то статистика, может быть, скольким деткам удалось помочь благодаря лошадям? Я говорю за это время большому количеству детей, и я знаю, что ипотерапия – это один из способов сделать для ребенка с ограниченными возможностями нормальную жизнь. Он приходит сюда, и для него, как и для любого здорового ребенка, знакомство с лошадью, знакомит его с миром и дает ему ощущение своей значимости. Наедине с лошадьми любит проводить время и сама Элеонора Ашотовна. Говорит, они помогают ей успокоиться и наполняют энергией. Как найти подход к лошади? Чтобы вы ее взяли, она вас не боится? Я хочу вам сказать, миром движет любовь. Я считаю, что если вы подойдете к лошади с любовью, то у вас все получится. Можете погладить по холке. Знаете, какие умные глаза у лошадки. Да, мой дорогой? И добрые. Да, и добрые. На планерной сегодня занимаются 2500 детей. Кроме того, здесь регулярно проходят соревнования по различным видам спорта. График расписан до глубокой осени. Пока мы записывали интервью с Элеонорой Ашотовной, на одной из площадок центра шел чемпионат Центрального округа войск Национальной гвардии России по атлетическому кроссу. С Национальной гвардией мы дружим уже очень много лет. Я им как благотворительную площадку предоставляю наши спортосооружения не только летом, но и зимой. Через два года Олимпийскому центру планерное исполнится 90 лет. На вопрос о планах и грандиозных проектах в преддверии круглой даты Элеонора Панова отвечает – продолжать в том же духе. Как директор, как руководитель, как непосредственный участник всего, что здесь происходит, насколько вас это наполняет? Я хочу вам сказать, когда-то я написала такой эпиграф книги, которую я выпускала к 70-летию планерной. Над планерной, планерой гордор летали. И в памяти планерной крыльев полет. Нам 70 лет, мы летать не устали. У нас звездных дорог продолжение ждет.